Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ей цевья. Для изготовления тела мушки выровняйте в ступке достаточно объемный пучок меха и в конце цевья закрепите его за самые кончики. Затем нам необходимо отогнуть все волоски меха вперед. Отгибая волоски, следите за тем, чтобы они равномерно располагались вокруг цевья. После того, как вы окончательно убедились в том, что волоски располагаются равномерно вокруг цевья, закрепите их двумя-тремя оборотами монтажной нити на расстоянии примерно 3-4 мм от места сгиба. Затем, отогнув волоски меха немного назад, отведите монтажную нить по цевью в сторону колечка на 4-5 мм. Снова соберите все волоски меха в один пучок. И закрепите их двумя-тремя оборотами, в том месте, где вы оставили висеть нить. Снова отогните волоски меха немного назад и по цевью отведите нить немного вперед. Так же, как и в прошлые разы, соберите все волоски меха в один пучок и закрепите их на цевья. В принципе, тело мушки готово, но надо еще проверить остаток свободного места на цевье перед колечком. После того, как вы убедились, что перед колечком осталось минимум 1 треть длины цевья пустой, окончательно закрепите мех. Для изготовления крылышка возьмите подготовленный вырез пера индюка и закрепите его в месте крепления меха. Кончик крылышка должен доставать до загиба крючка. Перед окончательным закреплением крыла убедитесь в том, что крыло расположено равномерно вокруг верхней части тела. После этого, окончательно закрепите крыло. После закрепления, отрежьте лишнюю часть крыла. Соберите все волоски в один пучок и примотайте их до колечка. Возьмите подготовленную заготовку ножки и закрепите ее сбоку цевья в месте крепления крыла. Вторую заготовку закрепите точно так же с другой стороны цевья. После закрепления, отрежьте лишнее. Для изготовления головки, отогните все волоски, торчащие вперед, равномерно назад. И убедившись в том, что волоски меха располагаются равномерно вокруг цевья, закрепите их в месте крепления ножек. Затем нам необходимо сделать передние ножки. Для этого нужно отрезать все волоски меха, расположенные сверху и снизу цевья, оставив только те, которые расположены сбоку. Субтитры создавал DimaTorzok Для придания мушки большей реалистичности, часть волосков отогните немного вперед и закрепите их в этом положении. Сверху головки мушки, в месте крепления ножек, закрепите индикатор. В этом же месте сделайте завершающий узел и отрежьте нить. Соберите в один пучок волокна индикатора и достаточно коротко подрежьте их. По необходимости немного подрежьте передние ножки. Чтобы передние ножки выглядели более естественно, их можно немножечко смять. Подрежьте задние ножки мушки до нужной вам длины. Мушка готова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...